Всем привет! Меня зовут Культ Грингель, я чатинский музыкант, художник и поэт. И у меня, кстати, скоро выходит новый альбом, так что подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. И, к сожалению, я не видеоблогер, поэтому заранее прошу меня простить, и я пишусь практически без сценария, потому что я подготовил все, что угодно, кроме напечатанного или как-то подготовленного сценария, чтобы можно было хотя бы посмотреть. Вот, я тут, конечно, открыл некую себе подсказку, но вполне отсюда я практически ничего не вижу. А поговорить я сегодня хотел вот о чем. Насколько нужно Готам и другим субкультурам в 2024 году создавать сообщество? Есть ли такой запрос на самом деле? Мы уже с несколькими товарищами создали одно сообщество, на данный момент оно называется «Темное творческое сообщество новых истоков». Вступить может любой желающий, для этого надо просто пройти по ссылке в описании к этому видео. Ну, и, в принципе, можете уже сразу делиться тем, что у вас есть, ознакомившись с правилами сообщества. Чтобы не быть голословным, позвольте, я зачитаю описание. Т.О. Новый истоков. Объединение творческих людей, работающих в темной эстетике с целью обмена опытом, советами, творчеством, создания окружения, мотивации, взаимной помощи в продвижении контента участников. Далее идут правила чата, я не буду их зачитывать, в принципе, вы можете сами пройти и прочитать. Идея создания такого сообщества возникла, когда в чате телеграм-канала Gotham Dead Party участники начали делиться своим творчеством. И оно стало тонуть в потоке сообщений, потому что там достаточно много участников. И у меня возникла мысль, почему бы не создать такой чат, где вот именно была главной целью именно поделиться с тем, что ты наработал, что ты создал. И тогда я обратился к другому телеграм-каналу Ghost Confessions, по-моему называется, сейчас я посмотрю, да, Ghost Confessions, где можно просто написать сообщение в бот и его опубликуют. И я там спросил, а нужно ли вот такая группа, где участники могут опубликовать все, что захотят, ну, из того, что делают. И нашлись люди, которые, ну, оказались заинтересованы. Я недолго думая, создал этот чат, разбил его по категориям и пригласил этих людей. Потом мы его разрекламировали. И на данный момент у нас там 37 участников. Некоторые из них делятся, кто-то просто смотрит. Имея такой ресурс, мы могли бы делать много интересных вещей. Например, создать несколько каналов по тому или иному направлению, например. Один канал для изобразительного искусства, один канал для музыки, какой-то канал для литературы. И публиковать все, что, все, чем делятся, ну, с их, конечно, разрешения, с разрешения авторов. Работы публиковать бесплатно, как бы для участников. Возможно, даже какие-то рекламные объявления, если это разовьется. Но направлять все деньги на собственную рекламу. Разумеется, с отчетом о том, куда выходят деньги. Идея достаточно проста. Создать большую формацию, которая будет привлекать внимание. Или иметь несколько обычных личных каналов. Конечно, данное сообщество – это эксперимент. То есть посмотреть, будет ли это работать. Если не будет работать, то поблагодарить всех участников. Если кто-то захочет развивать этот ресурс, передать права на него, уйти в освоясь. Потому что, понятное дело, что заниматься чем-то таким, что не приносит своих плодов – это бессмысленное занятие, это растрата энергии. Лучшие силы тратить на что-то продуктивное, скажем так. Помимо создания творческого сообщества, меня посещают мысли о создании локальных субкультурных сообществ, чтобы люди могли найти своих в своем городе. Потому что не раз в чате «Goth and Death Party» отречал сообщение о том, что люди никого не знают из своего города, что им кажется, что они одни, и что общаться не могут только онлайн. Почему бы не попробовать создавать такие локальные сообщества в городах и других населенных пунктах? Я не говорю, что этим должен заниматься я. То есть, смотрите, как это работает. Я делюсь идеей, но если эту идею подхватит, то, возможно, уже сейчас кто-то смотрит это видео и думает о том же. И если действительно запрос есть, почему бы не заняться этим? Я помню давным-давно, когда я только начинал заниматься всем этим, когда только ВКонтакте начинал развиваться, там создавались именно такие группы по интересам в своем городе. Там, например, Готы Челябинска, Готы Воркуты, я не знаю. Но это все для примера. Мы как бы с друзьями находили, подписывались. И мы, конечно, с целью продвижения собственного творчества этим занимались. Потому что у нас тогда была группа, которую мы любыми способами пытались продвигать. И это видео не дает ответов. Это скорее вопрос к представителям субкультуры или каких-то интересов. Нужно ли это? Есть ли запрос на это? Очень интересно. Поэтому я очень прошу поделиться своим мнением в комментариях. Еще, пока не забыл. И еще, пока и не забыл. Чтобы эта идея достигла большего количества людей, давайте распространим это видео, создадим дискуссию вокруг этой идеи. Возможно, появятся люди, которые захотят это развивать. И жизнь станет еще интереснее и прекраснее. На этом пока все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь. С вами был Культ Грингель. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok